Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Я давно не показывала вам теплицу, где растут у меня перцы, с тех пор как я ее последний раз прополола. Вот сейчас она снова заросла. Я пришла пропалывать теплицу и хочу показать вам, какие перцы поспели у меня в первую очередь. Ну как и следовало ожидать, в первую очередь поспели скороспелые сорта. Вот этот сорт ласточка полностью достиг биологической зрелости. И сорт венти тоже покраснел, но ласточка поспела, ну как сильнее, она уже полностью готова к употреблению. Но я ее рвать не буду, потому что я дожидаюсь прям, чтобы она переспела, чтобы семена были качественные и схожесть у них была хорошая. Потому что сильные и здоровые семена получаются только со спелых, с нормальных, спелых, хороших плодов. Недоспелые я не снимаю, чтобы была хорошая схожесть. Вы видите, что они у меня подвязаны. Подвязываю даже, ну как, низкорослые сорта, потому что они все вот обвешаны плодами и они могут оборваться. Вот видите, они все в плодах и куст обламывается иногда. Еще мне помогает тут кот Пантелеймон, сломал несколько кустов, начинает бегать за бабочками. Если кустики не привязаны, они, конечно, падают. Ну вот перцы начали краснеть, все, не только те, на многих кустиках вот такие вот, как побуревшие. Надо сейчас их все привязывать, потому что очень много плодов на них. Видите, как, все в плодах. Перца уже много. О, опять тут Пантик побуянил. И много не только маленьких, но и крупноплодных. Кот мне нынче попортил все перцы. Видите, есть и большие, уже крупноплодные сорта тоже начинают, надо все подвязывать. Кошка-помощница испортит мне все. Да, вот крупноплодные тоже. Уже полностью сформировались, это называется, они достигли технической зрелости. Будем ждать теперь биологическую. Вот уже бурлит. Вот эти вот, которые позднеспелые, они будут долго висеть зелеными. Они будут висеть долго. И будут немножко попозже, потому что у них вот эти массивные, такие здоровые стручки. А которые раннеспелые, скороспелые, уже начинают спеть. Так что все, вот. Июнь месяц, наши перцы готовы. Так что и в сибирском регионе можно кушать полностью сформировавшийся, поспевший перец, достигший биологической зрелости и своего цвета. Вот в Сибири можно тоже это делать. Посеять пораньше хорошие семена. Все. До свидания. Про полив и про выращивание перца я уже писала. На странице размещены статьи. Вот про этот сорт, вентис, скороспелый я писала. Сейчас будет время, опишу характеристики, технические характеристики, короче, вот этого сорта ласточка. Он тоже многим, я думаю, понравится. Это раннеспелый, с хорошими, с такими большими. Вот его даже можно уже такие формировать, такого размера. Ой, фаршировать. С большими перчинами, но раннопоспевающий. До свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. И все читайте, смотрите, выбирайте сорта. Я вам все буду показывать, какие спеют в первую очередь. Вот сейчас два лидера. Это сорт вентис и ласточка поспели в первую очередь. Остальные тоже сформировали перчину, но красных среди поздних сортов еще нет. До свидания. Продолжение следует.